Наш регион присоединился к федеральному регистру в 2020-м. Сейчас там порядка 800 жителей края. В Алтайском центре крови уверены, что многие просто не знают о том, что могут спасти кому-то жизнь. А возможно боятся последствий процедуры, хотя по заверению медиков она не болезненна, да и костного мозга у донора меньше не станет. Для этого нужно здоровье. То есть те же требования, что и к донорам крови, то есть чтобы не было никаких хронических заболеваний, тем более перенесенных инфекционных заболеваний, связанных с передачей через кровь. Человек, который изъявил желание, заполняет анкету, подписывает соглашение. После этого мы у него забираем кровь и этот образец отправляем в город Киров. Именно туда, в случае, если донорский костный мозг подходит к конкретному пациенту и отправляется донор. Поездка в медицинский центр полностью за счет государства. К тому же с собой можно взять кого-то из близких. Возраст доноров ограничен с 18 до 45 лет. Говорят, чем моложе человек, тем лучше. Ведь далеко не факт, что костный мозг донора подойдет нуждающимся в пересадке в ближайшее время. Андрей Рыблев – донор крови с 7-летним стажем. Сегодня заполнил все документы на то, чтобы стать еще и донором костного мозга. Затем уже привычная для него процедура забора крови. Я считаю, это необходимость, а с меня не убудет. Поэтому сейчас, да, это очень важно, я считаю, помочь людям. И генотип проживающих на территории сегодняшней России, он отличается на самом деле от жителей, которые живут в Америке, либо в той же Европе. Задача поставлена перед государством – создать свой регистр. Он на сегодняшний день еще малочисленный. Именно региональные службы крови призваны его пополнить, а для этого необходимо больше информировать население. Кстати, завтра, во всемирный день донора костного мозга, в 11 часов в Барнауле состоится пробег от нулевого километра. Сотрудники центра крови и завода «Ротер» побегут с флагами до Алтайского центра крови. Цель акции – обратить внимание жителей региона на возможность и даже необходимость стать донорами костного мозга. И развеять их страхи, которые не имеют под собой никакой почвы. В Тену Голубева Дмитрий Денисов. День с толком.